Здравствуйте, я Nostromo771. Сегодня я хотел бы провести дополнительное тестирование, которое будет являться второй частью к обзору антивирусного продукта MCSoft Antimalware версии 7.0, который я проводил недавно. Данный видеообзор является дополнительным и направлен на проведение сравнительного тестирования двух разных версий. Это версия MCSoft Antimalware 6.6.0.4 и версия MCSoft Antimalware версии 7.0. А также к тестированию подключится и сканирующий модуль MCSoft Emergency Kit последней модификации. Почему я решил все-таки провести данное тестирование, которое изначально проводить не хотел? Не хотел я его проводить под той причине, что, во-первых, продукт MCSoft Antimalware 7.0 является бета-версией, и эта бета-версия совсем свежая, которая может иметь существенные недоработки и какие-то свои пока еще сложности в работе, которые, возможно, не позволяют ей работать на все 100% мощности, которая в программу будет в результате заложена. Тем не менее, если подумать, то после того, как эта программа бета-версия будет утверждена и вступит в законную силу, двигатель будет изменен второй на Bitdefender, и, возможно, провести корректно сравнительное тестирование у меня уже тоже не получится, потому что в этом случае, возможно, будет отключена версия 6.6 с двигателем Icarus, и, опять же, полноценно провести тестирование на равноценных по обновлению базах по времени будет невозможно. Поэтому я решил провести обзор, который ни к чему никого не обязывает. Здесь я не буду проводить каких-либо доказательств зловредности тех файлов, на которых мы будем проводить испытания. Сами программы это покажут, что они в них найдут. Те небольшие остатки, которые останутся, можно будет проверить через VirusTotal. Возможно, эти файлы уже известны, и что-то будет про них нам понятно. Тем не менее, провести проверку остатка и отсеять остаток после того, как я всегда обычно в своих тестах именно продукцию MCSoft использовал как определенный отсеиватель остатка, чтобы привести файлы к более-менее какой-то классификации и выявить действительно находящиеся там угрозы. Сейчас у нас получается, что тестируется сам MCSoft. И какой программой мне лучше проводить отсеивание, пока решить достаточно сложно. Мы проверим остаток VirusTotal. Но тем не менее, я могу гарантировать только то, что файлы, которые находятся в архивах, не являются положительными и не являются файлами, которые используют какое-либо зловредное действие в положительных целях, то есть вводят антивирус в заблуждение, на ложное срабатывание. Здесь такого нет. Здесь представлены только вирусные сигнатуры, пораженные файлы. Но тем не менее, всякое возможно. Поэтому прошу вас отнестись к данному тесту терпимо. Кто будет не согласен с его результатами, я не призываю принимать их такими, какие они есть. Потому что в данном тесте, в данной ситуации, при данных условиях, которые я озвучил, очень много появляется НО, которые можно использовать как в защиту продукта, так и наоборот против продукта. Как в защиту нового двигателя, так и защиту старого двигателя. В общем, здесь очень много нюансов, которые не могут давать 100%, даже 90%, наверное, по качеству результат. И проведение данного тестирования является определенным сравнительным результатом для того, чтобы пользователь мог посмотреть и сделать собственные выводы. Не более того. Теперь по поводу того, как будет проходить данный тест. Проверку на разархивирование данными продуктами мы проводить не будем. Мы будем проводить исключительно ручное сканирование каждой папочки, которая будет содержать определенный набор зловредных файлов. Потому что, ну, во-первых, утилита Emergency Kit, она направлена только на сканирование. И, соответственно, с разархивированием ей не справиться, и она не сможет его адекватно провести. К тому же, чтобы условия у всех были одинаковые и не проводить какие-то досканирования, вот будет находиться на рабочем столе распаковываться три архива. Первый архив от 29 августа 2012 года, содержащий 463 вредоносных объекта, которые я получаю по подписке. Следующий архив будет содержать 1190 объектов, и собран он 19 августа 2012 года. Здесь разные файлы, и в основном файлы, имеющие возможность запуска. И последний архив — это сборный архив. В нем сейчас находится 1010 объектов. Включаются определенные категории зловредных файлов, широко известные, такие как Flame, Gauss, и определенные категории подложные антивирусы, даунладеры, фейки и так далее. То есть все то, что особенно наносит вред пользователю и всячески мешает ему работать нормально с компьютером. Вот эти три архива сейчас будут распакованы в три папки. Мы посмотрим содержание, наличие содержания в них файлов, после чего по очереди сначала один продукт будет проводить тестирование. Мы смотрим остаточные результаты, проверяем их по VirusTotal. Потом заново распаковываются папочки, подключается другой продукт, и проводится аналогичное тестирование. Итак, архив распакованный. Первый архив. Проверяем содержимое файлов. 463 файла внутри находятся. В основном это exe файлы, запускные. Следующая папочка. Содержит 1190 объектов. И последняя папочка. По категориям. Здесь расписано количество в каждой папочке. Руткит 080 объектов. Ворумфлэйм 11 объектов. Мбрлок 4 объекта. Фейкавуя 591 объект. Мэбруут 36. Троянвинлок 229. Для Macintosh 26 объектов. Гаусс 10 объектов. И прочие 23 дополнительных объекта. Всего. Количество файлов 1010. Теперь давайте запустим MCSoft Antimalua 7.0. И выполним обновление программы. Доступных обновлений нет. Версии двигателей. 3.0.0.561 MCSoft Engine. И Bitdefender Engine 11.0.1.6 двигатель. Количество файлов 10.213.374. Защита подключена. Файловая защита работает. Контроль программ работает. Веб защита работает. Предлагаю следующие настройки оставить. Все включено понятно в контроле программ. Файловая защита проверять все новые или измененные файлы. Отключается проверять только файлы с какими-то расширениями. Далее сообщать о потенциально опасном программном обеспечении. Включать защиту до входа пользователя в систему. Все это остается. Действия при обнаружении угрозы. Поместить в карантин и сообщить. Веб защита вся переведена на сообщение. Прочие настройки выставлены по умолчанию. За исключением проверки карантина. Я ее отключаю. Нам проверять карантин не надо. Произошло автообновление. Сейчас у нас в базах 10 миллионов 213 тысяч 481 объект. Приступаем к проведению выборочной проверки. Исключений нет. После проверки только отчет. Первая база, которая пойдет на сканирование, это 463 объекта. Отключаю использование кеширования. И приступаем к сканированию. Ну, соответственно, помимо этой папочки будет автоматически сканироваться вся машина на наличие rootkit и так далее. Вот пошло определение угроз из нашей папки. Во время сканирования были обнаружены также подозрительные файлы. Всего выявлено 429 угроз. В основном, как мы видим, угрозы красного цвета, то есть высокий риск. Ну, кое-где попадаются оранжевые, я смотрю. Удаляем данные угрозы. Все они удалены. И смотрим результат в папочке. В папочке в настоящее время находится 34 файла. Переходим к сканированию второй папки, которая содержит 1190 объектов. Сканируется непосредственно папка, содержащая заражение. Поехали. Переходим. Переходим к сканированию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все полностью удалено... Проверяем остаток... На остатке 16 файлов... И нам остается просканировать последнюю папку... Которая содержит 1010 объектов... Начинается определение... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сканирование закончено, выявленных угроз тысячи четыре. Также, насколько мы можем наблюдать, все эти угрозы красного цвета, то есть высокого риска. Вот одна, по-моему, была до средней угрозы, средний риск Адвары. Еще одна угроза среднего риска Адвары. Удаляем. Удаляем. Все угрозы удалены. Удалено тысяча три файла, потому что какая-то угроза содержалась в одном файле. То есть угроз больше, файлов меньше. Смотрим на результат. И здесь содержится на остатке семь файлов. В связи с тем, что была проделана достаточно объемная работа, предлагаю перезагрузить компьютер с целью избежания где-то каких-то зависаний угроз, чтобы все было удалено. И действительно, папки содержали то количество файлов, которое и должно там находиться, как не обнаруженное. Выполнена перезагрузка. Еще раз перепроверяем папочки. 463 угрозы. В настоящее время 34 файла на остатке. 1190. На остатке 16 файлов. И последнее. 1010. На остатке 7 файлов. Никаких изменений, вызванных перезагрузкой, здесь не наблюдается. Начинаем проверку на VirusTotal. Первую папочку, которую мы будем проверять, с минимальным количеством. Там, где у нас 1010 был угроз. Там у нас на остатке 7 файлов. Давайте посмотрим, какие это. Rootkit Zero пусто. Warm Flame пусто. MBR Lock пусто. FakeAV. Давайте начнем вот с этого, с 318. Дождемся загрузки. Ну вот VirusTotal сообщает, что данный файл уже был определен. Видимо, по хэш-суме он его определил. Как вирусный и сканирование проводилось его ранее. Ну и здесь результат у нас просматривает. Avast его видит. Win32 SpyBot. Commoda у нас его видит. Trojan. Vare. Win32 Agent. Fortinet видит у нас. GData у нас видит. Опасность McAfee. Norman. PcTools. Ну и так далее. Sumantec. Trend Micro. Vipro. Следующий файл направляем на анализ. Это из категории Fake. 387 файл. Система сообщает, что данный файл уже анализировался. Детект определений 20 на 42. То есть 20 определил его как зловредный из 42 сканирующих двигателей. Давайте посмотрим результат. Вот наш файл. Win32.exe. Ну и здесь поехали. Я просто показываю. EsetNode. Из известных GData. Icarus. McAfee. Norman. Даже Microsoft. Trend Micro. VirusBooster. Vipro. Следующий файл на сканирование из этой же категории 423. Система сообщает, что данный файл уже проверялся. Совсем недавно проверка осуществлялась. И был определён только одним двигателем, как опасный. Давайте посмотрим результат этого сканирования и кто его определил опасным, этот файл. Trend Micro. Ну, будем условно считать, что этот файл входит в категорию ложных срабатываний или пока ещё под вопросом, что он из себя представляет. И последний файл отсюда 562. Предупреждение, что этот файл уже сканировался и сработка идёт 3 на 41. Смотрим результаты сканирования данного файла. Кто у нас определял? Commodore определил. EsetNode32 определил. И определил с Montech. Ну, исходя из названий определителей, я всё-таки считаю, что можно считать, что какая-то угроза здесь имеет место быть. Смотрим далее. Мы берут 3 файла. Запускаем на сканирование. Сработка есть. Его уже проверяли, этот файл. И определитель сработал только один. Sophos. Троян определил. Исходя из того, что определение было единичным, я тоже помечаю его как условно-ложное срабатывание. Следующий файл. 133. Направляем на сканирование. Также файл уже определялся. И тоже сработка была единичная. Также Sophos его определял. Помечаем данный файл как условно-ложная сработка. И последний файл. Также проверялся. И также определитель единичный. Я так думаю, что опять же его определял Sophos. Так и есть. Вот эта категория файлов почему-то ему хорошо известная. Остальные про неё ничего не знают. Ну, может быть здесь какая-то доля ложной сработки имеет место быть. В любом случае я могу сказать, что все файлы, которые здесь остались, абсолютно чистыми их не назовёшь. Скажем так, из 7 файлов, которые здесь присутствовали, минимальную сработку дали у нас 4 файла. Можно сказать, что 3 файла имеют настоящее заражение, но не были определены нашей системой. Допроверяем наши папочки. Здесь уже ничего нет. Троян Винлок пусто. Для Макинтоша пусто. Гаусс пусто. И прочие утилиты пусто. Всё определено. Переходим к следующей папке на сканирование, где содержалось 463 объекта, а остаток составляет 34 объекта. Первый открываем под цифрой 8 и проводим анализ. Файл был определён семью двигателями. Назовём их так. Буду называть их двигатели. Здесь их 42. Commoda, MCsoft, Icarus, Касперский, McAfee, Trend Micro. Следующий файл под номером 12. Открываем, запускаем на сканирование. Данный файл пока на сканирование никто не направлял. Ну вот сканирование, я так понимаю, закончено. 12 двигателей определило опасность. Аваст, AVG, DrWeb, GData, Касперский, McAfee, PC Tools, Smantec, Trend Micro, Vipro. Следующий файл, 47. Сканируем. Была сработка одного антивирусного двигателя. Это был Касперский. Ну, я не знаю кто как отнесётся к тому, как я принимаю решение. Я считаю, что сработка данного вендора. Есть вендоры, которых всё-таки нужно уважать. Если сработка происходит у этих вендоров, я считаю, что нужно считать файл всё-таки заражённым. Следующий файл, 59. Данный файл пока никто не проверял. И сейчас происходит проверка его на двигателях. То есть, как работает в Ростоттл? Он проверяет все файлы по суммам, во-первых, MD5 и так далее. Она даёт ему возможность точно определить, проверялся этот файл или нет. Присутствовал он в системе или нет. Ну, вот результат. Вирус Тоттл всеми своими двигателями не определил зловредность этого файла. Первый файл выбывает из категории «Угроз». Следующий файл проверяем, 65. Данный файл тоже не проверялся, и сейчас его будут проверять на горячую. Определители не нашли в данном файле ничего опасного, вычёркиваем его. Следующий файл, 75. Данный файл уже сканировался, было 11 определителей. Давайте посмотрим результат. Commoda, MCSoft, Icarus, K7, Mcoffee, N-Protect, Trend Micro, Vepro, VirusBooster. Следующий файл, 110. Сработка на этот файл. Достаточно много сработок от основных вендоров. Следующий файл, 140. Было 4 сработки у него, он уже проверялся. Сработки были Avast, Antivir, ESETNOT, GDATA. Считаем заражённым. Следующий файл, 141. Сработка 8 двигателей. Avast, GDATA, Mcoffee. Ну достаточно. Следующий файл, 145. Не проверялся, проверяется в настоящий момент. Одна сработка есть, с Mantek, 6 сработок, 19 сработок, 26, 29 сработок. Из 42 двигателей здесь представлено в настоящий момент. Но очень большое количество, естественно вы видите, что практически все двигатели. 156 файл. Не проверялся, идёт проверка на горячую. Есть сработка, MCSoft срабатывает, Antivir, Касперский, Icarus, Panda, 5 антивирусных двигателей. Следующий файл, 197. Не проверялся, идёт проверка на горячую. Две сработки, Norman, Mcoffee, Commodore, WPROD. 13 сработок из 42 двигателей AVG. Dr.Web. Я называю только более-менее известные продукты. Не в обиду никому. Sofhos. Следующий файл, 201. Файл не проверялся, проверяется на горячую. Анализ файла закончен. Ни один из двигателей в нём ничего не нашёл. Следующий файл на проверку 222. Данный файл уже проверялся, было 0 сработок. Исключаем его. Следующий файл на проверку 227. Данный файл не проверялся, проверяется на горячую. Начинаются сработки 9 определений, 19. Всего 20 определений. Avast, AVG, Commodore, MCsoft, F-Secure, G-Data, Icarus, Kaspersky, Mcoffee, Norman, PC Tools, Sumantec, Total Defense, WPRO, VirusBoster. Следующий файл на проверку 233. Файл проверялся, 13 сработок у него было. Avg, Dr.Web, MCsoft, Commodore, Icarus, Kaspersky, Norman, Sophos, Trend Micro, Viper. Следующий файл на проверку 245. Данный файл проверялся, две сработки у него было. Давайте посмотрим, кто сработал. Trend Micro. Ну, в общем-то, можно его исключить, хотя, Trend Micro, ну не знаю. Давайте условно исключим его из категории опасных. Следующий файл 261. Данный файл не проверялся, производится проверка на горячую. Результат 6 сработок из 41. Наву, Avast.avg, Commodore, GData, Microsoft, Trend Micro. Следующий файл 264. Файл не проверялся, происходит проверка. Проверка закончена, 14. Двигатели определили опасность. Avast, DrWeb, MCSoft, GData, Icarus, McCoffee, Norman, Trend Micro, Viper. Следующий файл на проверку 274. Файл не проверялся, происходит проверка на горячую. Проверка окончена, только двигатель AVG определил здесь какой-то неизвестный вирус по поведению. Я думаю, что мы оставим его в категории зараженных. Следующий файл 275. Не проверялся, проверка на горячую. Итак, по данному файлу 9 из 21 двигателя определяет данный файл как вредоносный. Avast, Avg, Commodore, ESET, Node32, Icarus, McCoffee. Файл принадлежит к типу DOS. Следующий файл 281. Файл уже проверялся и 13 сработок имеет Avg, Commodore, DrWeb, MCSoft, Icarus, Kaspersky, Norman, Sophos, Trend Micro, Viper. Следующий файл 299. Файл не проверялся, происходит проверка на горячую. Итак, 4 сработки из 42 AVG, Commodore, DrWeb и TheHack. Следующий файл 308. Данный файл уже проверялся и имеет 2 сработки. Zhangmin, Node32. Будем считать его вирусным. Следующий файл 353. Файл не проверялся, происходит проверка. Сработка 6 двигателей из 42. Avast, AVG, DrWeb, GData, Panda. Следующий файл 380. Уже проверялся, была одна сработка у него этого файла. И здесь Vipro сработал. Trionwin32 Generic. Буду считать его вирусным, потому что достаточно серьезный вендор на него реагирует. Следующий файл 409. Данный файл уже проверялся. 7 сработок двигателей на него имеется. Avast, AVG, GData, Norman, Sophos, Virusbuster. Следующий файл 410. Данный файл проверялся. 20 сработок на него имеется. Продукты. Commoda. MCSoft. F-Prot. Fortinet. Icarus. K7 Antivirus. McAfee. Norman. PC Tools. Rasing. Smantec. Trend Micro. Vipro. Следующий файл 414. Файл проверялся. 3 сработки. Смотрим, кто. Dr.Web. SuperAntiSpider. TheHack. Dr.Web тут присутствует. Я считаю, что можно считать его зараженным. Следующий файл 434. Файл проверялся. Имеет 5 сработок двигателей. Давайте посмотрим, кто сработку на него дал. Commoda. Kaspersky. McAfee. Panda. Этого вполне достаточно, по моему личному мнению. Следующий файл 437. Не проверялся. Проверяется на горячую. Но тут, конечно, сказать нечего. 29 сработок из 42. И так видно, что практически все продукты на него реагируют. Следующий файл 452. Данный файл уже проверялся. 12 сработок у него имеется. Давайте посмотрим, кто. AVG. Commoda. Dr.Web. MCSoft. Icarus. 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 Здесь и Avast, и Commoda, и MCsoft, Gdata, Icarus, Kaspersky, Mcoffee, Norman, Panda, PC Tools, Sumantec, Trend Micro, WB32, Vipro, Virusbuster. Таким образом из данной категории файлов из этой папочки у нас получается из 34 файлов мы можем вычесть условно 5 файлов и на остатке у нас будет 29 файлов, которые имеют заражение. Может быть кто-то не согласится с моим способом классификации, где-то я даже единичную сработку считал опасной, ну потому что вендоры такие, все-таки не доверять серьезным вендорам я считаю опасно, потому что возможно именно они его и детектировали в настоящий момент, остальные просто про него не знают. Поэтому здесь тоже надо как-то варьировать. Я считаю, что вот я правильно классифицировал, кто-то может сложить свое мнение, но по крайней мере я все вам продемонстрировал и показал. Давайте проверим последний архив, который содержал изначально 1190 файлов. Здесь на остатке сейчас находится 16 файлов. Запускаем 20 файл. Сработка такого файла уже была, 20 двигателей на него отреагировало. Давайте посмотрим. Commoda, MCSoft, Fortinet, Icarus, K7, MacCoffee, Norma, Panda, PC Tools, Sophos, Sumantac, Trend Micro, Viper, VirusBooster. Следующий файл 69. Такой файл уже проверялся, 6 сработок было у него. Давайте посмотрим. MCSoft, Icarus, MacCoffee, Panda, Trend Micro. Следующий файл 80. Такой файл был рассмотрен. 12 сработок, AVG, Commoda, F-Prot, K7, MacCoffee, Norman, Sophos, Trend Micro, VirusBooster. Следующий файл 174. Такой файл уже был рассмотрен. 13 сработок, AVG, Commoda, E-Prot, K7, MacCoffee, Norman, Sophos, Sumantac, Trend Micro, VBA32, VirusBooster. Следующий файл 228. Данный файл уже рассматривался. 17 сработок по нему, AVG, Commoda, Dr.Web, MCSoft, ESET, Icarus, K7, MacCoffee, Norman, PCTools, Trend Micro, Viper. Следующий файл 262. Этот файл уже рассматривался. 22 сработки на него было. Avast, AVG, Commoda, MCSoft, ESET, GData, Icarus, K7, MacCoffee, Panda, Smantac, Trend Micro, Viper. Следующий файл 422. Данный файл уже был рассмотрен. 23 сработки было на него. Avast, Commoda, Dr.Web, MCSoft, ESET, FCECUE, GData, Icarus, K7, MacCoffee, Microsoft, Norman, Panda, PCTools, Sumantac, Trend Micro, Viper. Следующий файл 423. Данный файл уже рассматривался. 11 сработок. Avg, Commoda, F-Prot, MacCoffee, Norman, Panda, SuperAntiSpyWare, Sumantac, Trend Micro. Следующий файл 582. Данный файл уже рассматривался. 23 сработки на него. Avast, Avg, Commoda, MCSoft, ESET, GData, Icarus, K7, MacCoffee, Panda. SMANTEC, SMANTEC, TOTAL DEFENSE, VIPER. Следующий файл 590. Данный файл уже рассматривался. 14 сработок на него было. Avg, Commoda, MCSoft, ESET, Icarus, K7, MacCoffee, Norman, TOTAL DEFENSE, Trend Micro, VirusBuster. Следующий файл 687. Данный файл уже рассматривался. 4 сработки. Avg, ESET, Trend Micro. Следующий файл 762. Данный файл уже рассматривался. 24 сработки. Avg, Avast, Commoda, MCSoft, ESET, FCEQ, GData, Icarus, K7, MacCoffee, Norman, Panda, SMANTEC, Trend Micro, VIPER. Следующий файл 889. Данный файл уже рассматривался. 8 сработок на него было. Avast, MCSoft, GData, Norman, SuperAntiSpyWare, Trend Micro. Следующий файл 975. Данный файл уже рассматривался. 18 сработок было на него. Avast, Avg, Commoda, MCSoft, ESET, GData, Icarus, MacCoffee, Norman, Panda, PCTools, SMANTEC, Trend Micro, VIPER. Следующий файл 1017. Данный файл уже рассматривался. 18 сработок было на него. Avg, Commoda, MCSoft, F-Prot, Icarus, K7, MacCoffee, Norman, SOPHOS, SMANTEC, Trend Micro, VIPER, VIPER, VirusBuster. Ну что ж, из данной последней категории я не могу вычесть ни одного файла в качестве условно-безопасного. Потому что все они имеют определенную категорию опасности, что подтвердил VirusTotal. Ну что ж, данные папочки мной помещены в папочку 7 для того, чтобы можно было проводить сравнительный анализ. Теперь устанавливаем версию 6.6, доинсталлировав версию 7. Выполнено разархивирование. Первая папочка содержит 463 объекта. Вторая папочка содержит 1190 объектов. И третья папочка содержит 1010 объектов. Запускаем защитный продукт. Версия программы 6.6.0.4. Версия двигателя MCSoft 2.0.0.330. Версия двигателя Icarus 1.1.120.2.0. Версия билда 82.175. Общее количество сигнатур 7.269.719. Производим проверку первого архива на 463 объекта. Было обнаружено 443 угрозы. В основном они носят высокий риск опасности. За редким исключением. Удаляем. И проверяем остаток. 21 угроза. Выполняем проверку второй папочки, содержащей 1190 объектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, сканирование окончено. На остатке обнаружено 1186 угроз. Мы видим, что в основном файлы, находящиеся здесь, имеют высокий риск. Удаляем. На остатке в папочке находится 6 файлов. И аналогичным же способом сканируем третью папочку, содержащую 1010 объектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всего было обнаружено 1004 угрозы. В основном угрозы относятся к категории высокий риск. Удаляем данные файлы. И смотрим на остаток. На остатке остается 7 файлов. Ну что же, если сравнивать папочку номер 1, где содержится 463 объекта, то предыдущая папочка, которая содержала здесь невыявленных объектов 34, и мы вычли 5 объектов как неиспользуемые, Получается, что 29 объектов являются опасными, согласно VirusTotal. То здесь, в ходе обнаружения, получается, что часть файлов мы уже убираем как проверенные, условно принадлежащие категории неопознанных. Это 4 файла. Остальные файлы разделены на 2 категории. Первые категории касаются файлов, которые совпадают с файлами, которые присутствуют здесь, как файлы опасные, уже проверенные нами. И частично присутствует ряд файлов, которые здесь в категории не существуют. Они пока еще не определены, и нам придется их проверять через VirusTotal, чтобы определить, к какой категории их отнести. Условно, безопасных или опасных. При сравнении второй папочки, которая содержала 1190 объектов, нам не придется проводить какие-либо проверки на VirusTotal, потому что все файлы, которые содержатся в папочке, которая проверялась в версии Antimalware 7 и Antimalware 6, они здесь присутствуют. Разницей лишь является то, что в случае проверки версии 7 файлов гораздо больше, которые содержат угрозы. А файлы, которые содержат угрозы в версии Antimalware 6, составляют всего 6 файлов. В случае с фейками в третьей папочке, у нас однозначно одинаковый вариант ответа, что при работе с версией 7, что при работе с версией 6. И то же самое, что касается MapRoot. Те же самые файлы здесь находятся на остатке, как файлы неопределенные. После проверки мы знаем, что эти файлы были отнесены к категории безопасных. Выполняем проверку файла 38. Данный файл раньше не проверялся. Проводится проверка на горячую. Из 42 двигателей 3 определили данный файл как опасный. Это двигатели Bitdefender, двигатели F-Secure и G-Data. Следующий файл на проверку 72. Этот файл уже проверялся. Относится к категории опасных 29 сработок из 41 двигателя. Здесь практически большинство двигателей реакцию дают. Следующий файл 163. Очень большое количество сработок. Файл уже проверялся. 38 сработок из 41. Это очень большое количество. Следующий файл на проверку 178. Раньше файл проверялся. 17 сработок было у него. Bitdefender, Commodore, Derweb, Node, G-Data, K7, Kaspersky, Norman, Rissing, Sobhos, Samantek. Следующий файл на проверку 204. Данный файл проверялся. 17 сработок из 40. Avast AVG, DrWeb, F-Secure, Icarus, Microsoft, Norman, Sandelt, Swantek, VBA32. Следующий файл 211. Данный файл пока еще не проверялся. Проверяется на горячую. Сработка AsumanTek, Macoffy, Kaspersky, F-Secure, G-Data, Microsoft, PCTools, Sobhos, Trend Micro, VBA, Viber, VirusBooster. 38 совпадений из 42. Следующий файл на проверку 388. Файл уже проверялся и имел 5 сработок из 42 двигателей. Это Avast, Bitdefender, F-Secure, G-Data. И последний файл на проверку это 460. Из 42 двигателей 24 дали положительный результат. AVG, Commoda, Derweb, MCSoft, ESET, Icarus, K7, Macoffy, Norman, Panda, Sobhos, Samantek, Viber. Мною были упакованы файлы, которые мы сейчас проверяли в версии 6 в папочку 6. Система освобождена от каких-либо антивирусных программ. И мы запускаем утилиту MCSoft Emergency Kit. Комплект MCSoft Emergency Kit обновлен. Имеет версию 2.0.0.9. Количество сигнатур 7.249.772. И готов к проведению сканирования. Выполняем проверку первого архива на 463 объекта. Время проверки первого архива на 463 объекта. Итак, всего системы было обнаружено 455 объектов. Удаляем. Папочка содержит 20 объектов на остатке. Выполняем сканирование второй папочки, которая содержит 1190 объектов. Время проверки первого архива на 463 объекта. Время проверки первого архива на 415 объекта. Все. Продолжение следует... 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 В чем ее уникальность? Это самая свежая база, поэтому на нее реакция разных антивирусных двигателей может быть разная. Кто-то уже распознал какие-то угрозы, кто-то еще нет, поэтому здесь говорить о том, что кто-то работает хуже, кто-то лучше, я бы так не сказал. Вот имеется, конечно, существенная разница по количеству и по качеству определения на базе 1190 объектов, но она тоже достаточно свежая, 10-дневная, поэтому, возможно, здесь тоже нюанс заключается в том, что просто пока еще что-то не определено, либо угрозы, которые здесь антивирусные лаборатории выделяют, отличаются по своему составу и относятся к категории менее опасных. Ну что ж, на этом все. Я этим обзором не хотел поставить какой-то конкретный диагноз в отношении какого-то конкретного продукта. Для меня они все одинаковы, и я бы хотел просто показать тот сравнительный вариант тестирования, который потом мы просто не сможем провести. С вами был Настрома771. Спасибо за внимание. До свидания.